Уважаемые коллеги, уважаемые члены президиума, разрешите представить вам доклад на озвученную выше тему. Коротко о статистических данных. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями женского населения России рак яичников занимает третье место после рака тела и рака шейки матки соответственно. Однако по показателям смертности данная патология опережает и рак тела, и рак шейки матки. Каковы причины высокой смертности от рака яичников? Во-первых, это выявление рака яичников на поздних стадиях. К сожалению, в связи с отсутствием выраженной клинической симптоматики пациентки обращаются за помощью в основном на стадии диссиминированного заболевания, то есть на третьей и на четвертой стадиях. Раннее появление и позднее выявление рецидивов. В течение пяти лет после проведенного лечения по поводу первичного рака яичников у 80% пациенток развивается рецидив. Каким образом мы как диагносты можем повлиять косвенно, но тем не менее на снижение смертности от данной патологии? Необходимо проведение ранней диагностики как первичного рака яичников, так и рецидива рака яичников. Для этого нам необходимо улучшить качество исследования, а сделать мы это можем, оптимизировав протоколы проведения исследования. На данном слайде вам представлены гайдлайны, соответственно рекомендациям Европейского урогинекологического сообщества. То есть это перечень программ, которые необходимо выполнять в обязательном порядке при диагностике рака яичников. Рассмотрим каждый из программ по отдельности. Т2 взвешенные изображения в сагиттальной проекции. Данная последовательность помогает нам оценить непосредственно локализацию процесса, а также его распространенность и взаимосвязь с прилежащими органами и тканями. Т2 взвешенные изображения высокого разрешения. Это так называемые косые или косоориентированные проекции, которые выполняются перпендикулярно образованию, тогда мы получаем корональные облики, и параллельно, тогда мы получаем аксиальные облики. Выполняются эти изображения для оценки распространенности процесса и для оценки наличия измененных лимфатических узлов. Хочу отметить, что толщина среза при выполнении данных последовательностей не должна превышать 3 мм. Диффузионно взвешенные изображения. Буквально два слова о том, что такое диффузия. Это методика, которая позволяет оценить нам количественное и качественное значение молекул воды. Соответственно, в опухолевых ткалях скорость диффузии снижена. И такие участки мы видим гиперинтенсивными на изотропных сериях и, соответственно, гипоинтенсивными на ADC-картах. Почему следует выполнять эту методику? Во-первых, эта методика неинвазивная, она не требует введения контрастного препарата. В связи с этим она не повышает стоимость исследования, а также не занимает большого количества времени при ее выполнении. На данном слайде вам представлен протокол проведения исследования, принятый в нашем институте. То есть эти программы мы выполняем всем пациенткам, которые приходят нам с подозрением на первичный рак яичников, либо с целью поиска рецидива. Хочу отметить, что помимо тех программ, о которых я говорила ранее, здесь также имеются корональные Т2-взвешенные изображения с жироподавлением и корональные Т1-взвешенные изображения. Для чего мы их выполняем? Во-первых, для оценки наличия лимфатических узлов, также для оценки вторичного поражения костных структур. Мы видим участки гиперинтенсивного сигнала на последовательности с их жироподавлением, которые на Т1-взвешенных изображениях выглядят как участки со сниженным сигналом. Что касается стадирования, рассмотрим каждую стадию по отдельности и ее особенности. Стадия Т1, когда опухоль ограничена яичниками. Мы видим неувеличенный в размерах яичник с наличием единичного папиллярного пристеночного разрастания. При выполнении диффузионных последовательностей данная зона имеет сигнал высокой интенсивности на изотропных сериях и сигнал низкой интенсивности на ADC-картах. Тоже стадия Т1а, однако здесь мы видим несколько иную картину. Мы видим, что яичник значительно увеличен в размерах с наличием перегородок, а также выраженных пристеночных разрастаний. Можно без выполнения дополнительных манипуляций сказать, что это первичный онкологический процесс. Стадия Т1b. Поражение двух яичников, при этом капсула интактна и отсутствует свободная жидкость полости малого таза. Мы видим умеренное увеличение в размерах яичников и, опять-таки, знакомые уже нам пристеночные разрастания. При выполнении диффузионных изображений данные участки имеют патологический МР-сигнал. Стадия Т1c. Поражение одного или двух яичников с одним из следующих признаков. Это может быть наличие разрастаний на поверхности яичников, наличие в полости малого таза свободной жидкости, а также вовлечение непосредственно капсулы яичника. Мы видим на данном изображении, что она фрагментирована. Стадия Т2. Поражение одного или двух яичников и вовлечение органов малого таза. На данных слайдах мы видим опухолевый инфильтрат в полости малого таза, который представляет собой яичники. Дифференцировать один от другого здесь мы уже не имеем такой возможности. При этом в процесс вовлечено тело матки. Соответственно, речь идет о стадии Т2а. Стадия Т2а и Т2а с наличием асцита. Видим измененные яичники, которые вовлекают в процесс петли тонкой кишки, брюшину малого таза. И на этом фоне в полости малого таза мы видим достаточно большое количество свободной жидкости. Стадия Т3. Это поражение одного или двух яичников с наличием диссеминатов по брюшине, по капсуле печени, также измененных лимфатических узлов. То есть на данной стадии мы уже говорим о распространении процесса за пределы малого таза. Стадия Т3а для нас, как для диагностов, проблематична, поскольку видимого распространения процесса за пределы малого таза в данной стадии нет. То есть диссеминаты носят микроскопический характер, который при МРТ мы просто не можем в силу разрешающей способности метода диагностировать. Стадия Т3b – это наличие диссеминатов по абдоминальной брюшине, размеры которых не превышают и 2 см. Видим отдельно лежащие узловые образования по ходу брюшины по капсуле печени. При выполнении диффузионных изображений данные узлы имеют сигнал с повышенной интенсивностью. Стадия Т3ц – наличие диссеминатов размерами более 2 см. При выполнении исследования малого таза мы видим тотальное вовлечение в процесс тазовой брюшины. Соответственно, переходим к брюшной полости и видим расположенный по капсуле печени очаг, который по размерам превышает 2 см. Стадия Т4 – поражение одного или двух яичников с наличием отдаленных метастазов и плеврального выпыта. В полости малого таза мы видим измененные яичники, видим метастатически измененный лимфатический узел и свободную жидкость. При выполнении исследований брюшной полости мы визуализируем очаговое образование в печени, а также участки патологического сигнала в костных структурах, которые соответствуют метастатическому поражению. Какие у нас могут возникать проблемы в плане дифференциальной диагностики? Доброкачественное это образование или злокачественное? Перед вами два примера. Пациентки пришли с образованиями яичников, но никакой морфологической верификации не было. Соответственно, мы должны были разобраться относительно природы этих образований. Выполняем Т2-взвешенное изображение с жироподавлением. Мы видим, что данные образования выглядят одинаково, имеют в своей структуре мягкотканный компонент, но дифференцировать мы их никак не можем. При выполнении диффузионных изображений мы видим, что в первом случае этот компонент имеет зону ограничения диффузии, при этом коэффициент диффузии составляет 0,83 измеряемых единицы. Во втором же случае зону ограничения диффузии мы не наблюдаем, соответственно, коэффициент диффузии равняется 1,54 измеряемых единиц. При выполнении последующего гистологического исследования мы получаем в первом случае теротобластому, во втором случае дермоидную кисту. На данном слайде вам представлена схема мониторинга пациентов, которые прошли первичное лечение по поводу рака яичников. Мы видим, что в список входит посещение специалиста, каждые 3-6 месяцев в течение первых 5 лет гинекологический осмотр, ультразвуковое исследование, определение уровня онкомаркеров СЕ-125 и АЕ-4, а также биохимический анализ крови. Как мы видим, магнитно-резонансная томография в данный список не входит. Что касается локализации рецидива, хотелось бы сказать о наиболее часто встречаемых локализациях. Во-первых, это культя влагалища. В общем-то, рецидивы в области культи особых сложностей не вызывают. Мы видим наличие узлового образования в куполе культи, которое соответствует рецидиву. Брюшина на уровне малого таза может иметь как тотальное поражение, в этом случае мы видим ее неравномерное утолщение на всем протяжении, так и отдельно лежащие локальные узловые образования. Они могут быть единичными, могут быть множественными. Абдоминальная брюшина. Наличие узловых образований по капсуле печени. Наличие отдельно лежащих узлов по ходу брюшины. Наличие образований по капсуле селезенки. Большой сальник либо культя большого сальника. В общем-то, ситуация такая же, как и с диссеминатами по брюшине. Мы можем видеть тотальное поражение в виде утолщения, либо отдельно лежащие узловые образования. Какими мы обладаем методиками для лучшей диагностики рецидивов рака яичников? Что касается динамического контрастного усиления, в общем-то, данная последовательность не выполняется нами в обязательном протоколе. Это выполняется, скажем так, в крайних и редких случаях для получения какой-либо дополнительной информации. В данном примере на фоне петель кишки судить о наличии рецидива достаточно затруднительно, в общем-то, даже невозможно. При введении контрастного препарата мы видим участок патологического накопления контраста, который соответствует рецидиву. Что касается DVI, в каких случаях эта методика нас выручает? Во-первых, это выявление маленьких по размерам очагов. При выполнении стандартных T2 взвешенных изображений мы видим, можно заподозрить наличие дополнительного образования. И здесь тоже. Однако с достоверностью судить о том, что это рецидив, затруднительно. При выполнении диффузионных изображений мы видим, что данные зоны имеют сигналы выраженной повышенной интенсивности. Выявление очагов на фоне артефактов от перистальтических движений кишечника. В общем, тот же пример, который я показывала при динамическом контрастировании, но другая пациентка. Опять-таки судить о наличии дополнительных образований в полости малого таза в общем-то не представляется возможным. Однако при выполнении диффузионных изображений мы прекрасно видим дополнительный, причем немаленький по размерам очаг, который соответствует рецидивной опухоли. Выявление очагов на фоне асцита. Та же самая схема. На нативном исследовании судить о наличии рецидива затруднительно. При диффузионных изображениях видим участок патологического МР-сигнала. Таким образом, применение диффузионных изображений в диагностике рецидивов рака яичников существенно увеличивает диагностическую эффективность метода. И мы в своем учреждении всегда используем эту методику и настоятельно рекомендуем включать диффузионные МРТ в протокол обследования при мониторинге больных, которые прошли первичное лечение по поводу рака яичников. Благодарю за внимание. Большое спасибо, Ирина Юрьевна, за Ваш интересный доклад. У кого будут какие вопросы? Пожалуйста. Да? Да. Пожалуйста, пожалуйста. Ирина Юрьевна, скажите, пожалуйста, какие Б-факторы Вы используете и всегда ли Вы измеряете коэффициент диффузии и какие пороговые значения коэффициента диффузии? И второй вопрос. Вот в случае с тератобластомой, как звучало Ваше заключение? Спасибо за вопрос. Вопрос. Б-фактор 800 и 1000. Раньше использовали 800, сейчас перешли к 1000. Что касается коэффициента диффузии, при стандартном описании эта цифра нигде не фигурирует в протоколах, но, скажем так, я его измеряю для проведения своей научной работы. По поводу второго вопроса заключение звучало объемное образование правого яичника с большей вероятностью злокачественного характера. Мы никогда не пишем конкретно, потому что считаем, что все-таки гистологическое исследование – это последняя инстанция, но какие-то наводки клиницистов в зависимости от МР-характеристик мы стараемся давать. Спасибо. Еще какие-нибудь вопросы будут? Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, через какой срок после проведенного курса химиотерапии при рецидиве рака яичника имеет смысл проводить МРТ-диагностику? Для того, чтобы явно отличался эта структура опухоли или это отек опухоли как ответ на лечение, проводимое нами? Вы имеете в виду, если пациентка не была прооперирована? Да. Но, в общем-то, что касается рецидивов рака яичников, клиницисты направляют нам прооперированных пациенток уже. То есть когда, соответственно, органа нет, и нашей задачей является оценить наличие дополнительных образований. Соответственно, зона операции нами не рассматривается. И, в общем-то, мы это можем сделать практически сразу. То есть никаких проблем серьезных это не вызывает, поскольку у нас есть методики, которые позволяют нам это сделать. То есть вот эта диффузионная методика позволяет отличить опухоль в отеке? Скажем так, если… Будет отличаться плотность опухоли и ткани, получается, или как? Будут отличаться характеристики МР. То есть диффузия будет различна в зоне отека и в зоне опухоли. Если вы говорите о каких-то там рубцовых изменениях, то в таких случаях можно ввести контрастный препарат, соответственно, опухоль, она его накопит. То есть здесь в зависимости от ситуации мы можем манипулировать нашими методиками, чтобы более точно как-то сориентировать клиницистов. Спасибо. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то четкие критерии диагностики, дифф-диагностики между раком яичника и метастазами в яичнике, или метастазы в яичнике, не эпителиальной опухоли яичника? Есть ли какие-то четкие критерии? Спасибо за вопрос. Вы знаете, мне проблематично об этом говорить. Я, честно говоря, не занималась таким анализом подробным. Но если мы видим, вот был вопрос по поводу рака эндометрия и изменений в яичниках одновременно, мы не пишем, где был первичный процесс. Мы, соответственно, описываем опухолевое образование, потому что, мне кажется, что проблематично отличить одно от другого. Я имела в виду, например, Куркенберг, метастазы, рак молочной железы, рак желудка, ультрасонографические, я так знаю, там есть критерии определенные. А вот при МРТ-диагностике? Может, я как клинице снистала, может, они просто конкретно где-то четко прописаны? Вы знаете, я бы сказала, что четких критериев нет на данный момент. Какие-то предположения могут быть, но не более того. Может, я прокомментирую? Эхографически есть критерии, когда мы можем говорить, во всяком случае, заподозрить наличие метастазов. И в связи с этим у меня, кстати, такой вопрос. Когда мы думаем, что это метастаз, это чаще всего солидные опухоли. То, что вы нам рассказывали про первичную диагностику, это киста, в которой есть разрастание, и вы своими методами, каждый своим, пытаются что-то определить. Хотя, мне кажется, тоже есть определенная сложность, потому что есть, простите, популярные кисты, доброкачественные, и там тоже будут разрастания. И в этих разрастаниях тоже могут быть сосуды, и они тоже будут выглядеть как опухоль. Но меня больше интересует вопрос небольших солидных образований, потому что очень часто зачастую, особенно в постменопаузе, мы сталкиваемся с такими. Маленькие два яичника, большой асцит. Есть ли какие-то МРТ-критерии, злокачественности? Это самая частая клиническая ситуация, когда приходит женщина с огромным животом, с 5-6 литрами асцита, с опухоли неясного генеза. Чаще всего это оказывается рак яичников. Чаще всего, не всегда. Есть ли какие-то МРТ-критерии, были ли у вас такие больные, и вы бы могли сказать, что вот это рак яичников, а это нормальные яичники, и асцит у неё связан с патологией печени, или надо, во всяком случае, что-то другое искать. Это реально или нет? Спасибо за вопрос. На самом деле, на мой взгляд, это довольно обширная и сложная тематика. Именно работы относительно дифдиагностики образования мы не проводили. То есть каких-то статистических данных и каких-то чётких критериев я вам не скажу. Опять-таки, больше основываясь на опыте. Я знаю, что есть работы, в которых это всё обсуждается и ведётся соответствующий анализ. Но я просто таким опытом на данный момент не обладаю, не смогу вам сказать никаких чётких параметров. Спасибо большое. И последний маленький вопрос. Просто тема очень интересная, действительно интересная. Для клиницистов, как Лена Александровна, когда они идут на операцию, очень важна не только опухоль. Но опухоль можно увидеть на ультразвуке, можно приблизительно оценить её размеры. Очень важное то, что вы говорили, это вовлечение в процесс кишки. Это самая тяжёлая ситуация, когда врач ходит и понимает, что помимо канцерматоза надо вызывать хирурги и хирургов, потому что нужно проводить резекцию кишки. Может ли МРТ оценить состояние стенки кишки? Не просто, что опухоль подрастает. Подрастает, её можно спокойно оценить. Какие МРТ-критерии прорастания стенки кишки? Что очень важно для хирурга, чтобы до операции оценить возможность резектабельности этой опухоли. Вы говорили просто об этом. Если можно, как-то ещё раз повторите. Да, но в примере, в котором я об этом говорила, там вопросов, в общем-то, не было в плане вовлечения. Бывают ситуации, когда мы можем однозначно ответить на этот вопрос, когда мы видим, что стенка кишки, как таковая её структура уже изменена, и можно увидеть в просвете кишки опухолевое образование. То есть в таких ситуациях сложности не возникают. Когда же образование прилежит к кишке, и, в общем-то, при этом в просвете мы ничего не видим, вот именно такие случаи вызывают определённые сложности. Потому что я считаю, что со стопроцентной уверенностью сказать, есть ли подрастание, или это просто плотное прилежание, соответственно, опухоли к кишке, затруднительно очень. Спасибо большое. Спасибо.